Ну, как бы это, бла-бла-бла, льем воду. Одни звуки и междометия хватит. Разговор по делу с Леной Файман. Нам есть что сказать, а вам проверим. Добрый вечер, 19.02 в городе Орске. Это программа «Говорим по делу». Сегодня у нас в гостях Екатерина Александровна Свиненкова. Это заместитель главы города по финансовой и экономической политике. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать такую тему, может быть, не совсем интересную, на первый взгляд, но цифры и бюджет, деньги, это всегда интересно, когда начинаешь уже об этом говорить, очень интересно и в сравнении. И так, то есть мы сегодня будем, узнаем, какова у нас казна, сколько у нас денег в городской казне, куда тратятся эти деньги, сколько поступает денег, откуда, и вообще движение городских денег. Если у вас есть вопросы, то звоните к нам в студию по номеру телефона 341-120 или пишите на сайт ural56.ru. Именно сейчас туда идет онлайн-трансляция нашего разговора. Вы можете нас и посмотреть, и послушать. Екатерина Александровна, ну вот перед эфиром мы сейчас с вами обсуждали именно тему формирования городского бюджета. Вот давайте вот еще, да, вот так коротко. Как формируется городской бюджет? То есть какие деньги туда поступают? В городской бюджет поступают деньги по двум направлениям. Одно направление – это налоговые и неналоговые платежи, которые прописаны законодательно, закреплены за нами как источники, и, соответственно, мы их получаем. Это такие налоги, как часть налога на доходы физических лиц, налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц, 40% отплаты за негативные воздействия на окружающую среду и так далее. То есть вот такие группы налогов, я назвала наиболее крупные из них, земельный налог. А вторая часть – это безвозмездные поступления, то есть это поступления из вышестоящего бюджета в соответствии с целями, которые закреплены определенными законами и переданы, соответственно, нам в бюджет. Ну, назовем это так, вот целевые деньги, наверное, по целевым федеральным, областным программам. Вот можете ли вы знать, какие деньги от какого предприятия поступают, и вот в каком объеме вы владеете этой информацией? Эту информацию мы не знаем, это единственное, мы можем по личной договоренности с предприятиями, допустим, получить эту информацию. Она является конфиденциальной, администрирует у нас налоги налоговой инспекции, и она нам помогает в расчетах, и как налоговой инспекции, и другие службы, которые отвечают за взимание тех или иных штрафов, сбор налогов, вот они рассчитывают, исходя из тех данных, которые уже имеют у себя в разрезе предприятий, по факту поступления, и подают нам. Мы с ними уверяемся, потому что итоги же мы тоже видим по различным направлениям, и таким образом формируется бюджет. Он формируется достаточно четко, точно, то есть мы, в принципе, это все просчитываем, потому что мы прекрасно понимаем, кто, ну не кто, а откуда, сколько, чего получим. Ну а в разрезе предприятий этой информации, конечно, нет, и эта информация с момента формирования налоговой инспекции, как отдельно взятого государственного органа, она стала закрытой, и к нам не приходит. Ну то есть здесь это уже не в ваших силах, как-либо эту ситуацию изменится, это федеральное законодательство. Вот давайте для радиослушателей вот такое внесем понимание, вот как раньше шла бюджетная работа, то есть как формировался раньше бюджет. Насколько я помню, раньше, скажем так, вот представители, следующий год на него испланировали, а сейчас, мне кажется, уже по-другому, другая политика идет по формированию бюджета, то есть она и на верхнем уровне, то есть и в федеральный бюджет так планировался. Да, было внесено изменения в бюджетное законодательство, и бюджеты стали планироваться на перспективу, то есть это о чем и говорит и президент в своих бюджетных посланиях о том, что надо планировать, учиться планировать на перспективу, чтобы заключать долгосрочные договора, то есть перешли с однолетнего бюджета на трехлетний. И теперь мы уже планируем свои доходы, ну и, соответственно, то, как будем тратить денежные средства, можем уже на перспективу, вплоть до получения возможности заключения договоров на два, на три года, это вот такие долгосрочные вложения, как новое строительство или капитальный ремонт, чего бы то ни было, вот именно. А то есть не как раньше, вот запланировали на этот год строительство, вот я просто помню, очень серьезно такая была проблема, это со строительством очистных сооружений. Вроде бы запланировали деньги, пришли деньги, потратили, а на следующий год денег нет, и он стоит, и этот объект, и не денег нет, и сам объект тоже получается. Ну, тот период, он вообще не входит в сравнение, потому что в то время, когда у нас очистные строились, это 90-я система законодательства, вообще другая была, и тогда вообще плановые цифры сверху доводились. То есть Российская Федерация до области доводила, вплоть до того, что сколько чего они получат, а они до нас. И мы знали, что вот по этому направлению нам примерно 100 рублей надо потратить. До нас это сверху доводилось. И формирование бюджета на местном уровне практически, ну, его не было как такового. Оно было в перекладывании на какие-то направления расходов, а сами цифры контрольные тогда доводились. Ну да, правильно, на один год, и проблема, в принципе, вы правы, она и в 2000-х годах была, что строится объект, надо вроде бы с подрядчиком заключить договор на 2-3 года, а этого нельзя сделать, потому что бюджет строго ограничен годом. 341-120, телефон прямого нашего эфира. Напомню еще раз, что сегодня у нас в гостях заместитель главы города по финансовой и экономической политике Екатерина Александровна Свиненкова. Мы сегодня говорим о формировании городского бюджета, о том, сколько денег туда поступает, куда эти деньги тратятся, ну и вообще куда в целом движение городских денег, так это назову. Екатерина Александровна, ну вот мы все-таки проговорили с вами тему, что вы не знаете, какие деньги идут от предприятия, потому что такое вот федеральное законодательство. Если вы не знаете, какие деньги будут поступать, то есть вы же и не знаете, насколько они добросовестно платят. Нет, почему? Здесь все-таки у нас налажена работа, несмотря на то, что законодательство напрямую этого не позволяет, но мы тесно сотрудничаем уже много лет с налоговой инспекцией, я бы сказала, у нас только улучшается качество нашего сотрудничества, в принципе, и не только с налоговым, и с пенсионным фондом, и фондом обязательного медицинского страхования, фондом с ФСС сотрудничаем. То есть это те организации, которые отслеживают должников, у них это есть право, они смотрят, кто сколько должен и сколько платит, и у нас есть комиссия по стабилизации экономики, и уже когда задолженность переваливает какой-то определенный рубеж, эти предприятия выносятся на общее обсуждение, на комиссию вызываются, и их понуждают оплачивать, и, соответственно, им разъясняется, сообщается о возможных мерах. То есть вот здесь как бы рычаги воздействия есть, и мы очень серьезное участие принимаем в этом направлении. А вот в этом году на вот этих рабочих комиссиях было больше или меньше? То есть с каждым годом уменьшается количество предприятий, которые должники, или как бы они так вот примерно то же самое число? Ну, я бы сказала, цифра плавающая, но налоговая к нам выносит столько, сколько по охвату мы можем охватить, потому что должников их, конечно, очень большое количество, просто зависит от того, кто сколько должен. Ведь должны и физические лица, и просто есть очень крупные неплательщики, не предприятия совсем, а люди и по транспортному налогу и так далее. То есть плательщиков мы стараемся охватить, неплательщиков как можно больше. Но предприятия как бы есть достаточно знакомые, которые с видом деятельности, их убыточности или неубыточности связаны, и, соответственно, платежи или неплатежи. Есть те организации, работы которых носят сезонный характер. Вот они у нас полгода неплательщики, полгода мы про них не вспоминаем. Ну, в зависимости, кто летом работает, кто осенью только начинает, в зависимости от урожая и так далее. Поэтому я бы сказала, эта работа стабильная. Сказать, хуже стало или лучше, наверное, пока, я бы так сказать, критических ухудшений не вижу. Ну, переходим к конкретике. Вот сколько сейчас у нас на 2012 год запланировано в городе денег? То есть какова сумма всей этой городской казны? Ну, сейчас у нас в городской казне порядка трех миллионов. Миллиардов? Ой, трех миллиардов, да. Ремейфер, ремейфер, людиослушатели. Да, порядка трех миллиардов. Он профицитный, дефицитный? Этих денег достаточно или все-таки, ну, как всегда, денег не хватает? Ну, я бы сказала, слово «достаточно», оно вообще неприменимо, потому что, я думаю, даже если говорить о нас, как и простых людях, достаточно денег никому не бывает. Но профицитного бюджета в условиях сложившейся экономической ситуации, ну, он физически невозможен в принципе. Потому что профицит – это когда на все распределил, и еще осталось, и не знаешь, куда деть. В принципе, вот понимание профицита. А дефицит – это когда все равно остаются дыры, которые нечем закрыть. Вот у нас эта ситуация, мы ее стараемся регулировать в том направлении, чтобы решать наиболее сложные вопросы и туда, как бы, по приоритетам направлять денежные средства. Но дефицит неизбежен, поэтому мы стабильно принимаем бюджеты с дефицитом. А вот по закону сколько дефицит должен быть разрешенный? По закону здесь дефицит бюджета города не может превышать 10% от суммы налоговых, неналоговых собственных наших доходов. Но может быть больше на сумму бюджетного кредита. То есть это если мы берем взаймы не у банка, а у вышестоящего бюджета. То есть мы такие кредиты брали какие-нибудь? Ну, планировали. Вот на этот год мы это запланировали, пока не взяли, потому что в силу сложившихся обстоятельств у нас область не получила для себя бюджетный кредит. Соответственно, у них нечего было давать и нежестоящим бюджетам. Но возможность есть. Вот вы говорите о том, что когда формируется бюджет, то в первую очередь, конечно, деньги направляются на решение самых сложных задач. Понятное дело? То есть если 10%, то это порядка, наверное, 300 миллионов, да, получается? Нет, здесь от этих 3 миллиардов нельзя считать, потому что это не наши деньги в полном объеме. Из них наших всего 1,3 миллиарда. Остальные деньги – это деньги, пришедшие на цели из вышестоящих бюджетов. И там сколько пришло, столько и можно потратить. И расчет дефицита от них не идет. То есть от нашего нам предельно допустимый, это получается порядка 130 миллионов. Но у нас дефицит выше на сумму бюджетного кредита, который мы планировали брать в этом году. Ну вот по поводу сложных задач. Вот какие самые сложные задачи, ну, я не давала бы это сложные, скорее всего, приоритеты, которые вот в первую очередь, на которые были направлены деньги? Ну, приоритеты, они вообще, это незыблемая догма, скажем так, на чем строится бюджет. Вот это, естественно, выплата заработной платы всем сотрудникам муниципальных учреждений. Она должна быть в полном объеме и своевременной. Здесь мы не можем допустить срывов. Потом отчисления в пенсионные фонды – это ведь тоже очень большая сумма денежных средств. От зарплаты муниципальных работников. Да, ну, как и на любом предприятии, потому что это, в принципе, социальные гарантии человека в будущем. То есть это приоритет зарплаты и налоги на нее. Потом идет осуществление питания в учреждениях. Это очень большой объем расходов на это, коммунальные услуги, оплата коммунальных услуг, то есть непосредственно содержание самих зданий. То есть я бы сказала, функционирование учреждений в таких направлениях – это самое первое очередное. А потом уже бюджет, естественно, делится. Это тоже система жизнеобеспечения, это коммуналка, это уборка, ремонт дорог. Ну и дальше по приоритетам, куда у нас город идет, туда денежные средства направляются. У нас были годы, когда приоритетом были ремонты учреждений здравоохранения. Туда деньги направлялись в первую очередь. Вот можно немножко здесь, вот я вас перебью, вот по поводу ремонта учреждений здравоохранения. Вот в этом году заканчивается вот эта программа модернизации здравоохранения. Вот сколько именно из городского бюджета было потрачено это деньги? На модернизацию ни копейки не было из областного бюджета, потому что эти деньги мы получали по федеральной программе, и там предусматривалось финансирование области. То есть ни копейки из городского бюджета? На модернизацию ни копейки не было потрачено. Единственное, мы вот в этих рамках тратили деньги, допустим, планировалось получение какого-то оборудования, и надо было вот новый там пристрой построить. Мы направили туда денежные средства. Ну и еще какие-то такие вот сопутствующие, скажем так, расходы. А сама модернизация, она включала в себя и осмечивание, и направление, там и расчет стоимости квадратного метра было. То есть это не просто так ремонтируемых учреждений здравоохранения, это были средства областного и федерального бюджета. 341-120, номер телефона прямого эфира. Сегодня у нас в гостях заместитель главы города по финансо-экономической политике Екатерина Александровна Савиненкова. Вот Екатерина Александровна, продолжим. А вот дальше, какие вот еще приоритетные задачи? То есть вот вы говорите, один, в одно время, да, это был приоритет, это вот ремонт учреждений здравоохранения. Дальше, какие? Параллельно у нас поставлена задача была, она у нас давно возникла в городе, это нехватка мест в детских садах, и эта традиция была начата, ну уже можно назвать традицией Юрия Александровича, мы продолжили, и Виктор Абрамовичем, это ремонт дошкольных образовательных учреждений, которые возвращались именно в систему оказания услуг и принятия детей в детские сады. То есть мы каждый год выбираем те учреждения, мы их переселяем, какие находились в зданиях бывших детских садов, и начинаем их ремонтировать. Раньше это было только из местного бюджета, потом на уровне нашей области появилась аналогичная программа, мы тоже стали в ней участвовать, и тем самым вот в прошлом году, в этом году по 4 учреждения мы как бы отремонтированных сдаем. Кроме этого ремонтируются группы, если вы помните, когда детей было мало, то были группы для изучения английского, ну не группы, а групповые помещения, там для изучения математики, они же не приспособлены были для того, чтобы дети именно как в группе в них находиться. То есть деньги выделяются на ремонт и вот этих помещений. Это тоже такое стратегическое направление, сейчас оно направление, в принципе, определенное по всей стране. Вот это приоритет нашего развития, тоже приоритетное направление. Сейчас, но это тоже общеизвестное, у нас в следующем году пройдет фестиваль рабочего спорта, соответственно, вот это направление, начались вложения в спортивные учреждения, именно в реконструкции строительства. А вот можно по деньгам, вот какие вот, скажем так, вот немножко, вернемся опять к детским садам. Вот если бы не было помощи из областного бюджета, то сколько бы мы смогли бы отремонтировать сами детских садов? Ну, в этом году… То есть так мы отремонтировали четыре, а вот если бы вообще… Ну, они были переходящие, мы их в прошлый год и это отремонтировали. Начали в прошлом, потому что это были достаточно серьезные вложения. Ну, сами мы бы где-то полтора детских садика отремонтировали. То есть вот это получается, что вот… Я к чему сейчас все это дело веду? Потому что бытует такое мнение, да, что вот в Орске очень много предприятий, да, то есть у нас тут порядка десятка, наверное, заводов можно посчитать. Вот, и всегда все задают вопрос, у нас же так много предприятий, мы так много зарабатываем, а мы вот как донора отдаем, да, то есть мы, в принципе, конечно, из-за этой общей массы налогов, которые собираются со всех предприятий, у нас, конечно, в городе остается мало денег. Мало, да. Вот как они возвращаются, эти деньги? Вот сколько? То есть получается, что вот так бы мы построили полтора садика, а здесь у нас вот четыре получилось за счет обоснованной целевой программы. Ну, отдаем, опять же, не потому что хотим отдавать, а нам не надо, а потому что так выстроена система. И я думаю, наверное, это было выстроено и для того, чтобы стратегия все-таки развития страны развивалась на уровне федерации, и потом уже не каждый плыл сам по себе, куда хочу, туда плыву, да, а некие общие цели, они бы объединяли как государство, там, входящие в него субъекты, так и города, там, районы, села и так далее. Для того, чтобы, наверное, выстроить эту политику, было и разграничение полномочий, кто что может, и, соответственно, деньги, почему доводятся? Они же доводятся не в том объеме, сколько у нас изъяли, столько нам и отдали. То есть уже страна определяет, где ей приоритетно, и по этим направлениям раздаем, ну, не возвращает, я бы сказала, а спускает деньги вниз, да, так же и субъект. У него в соответствии со своими приоритетами те направления, какие он определил, он доводит их до нас. А вот как можно повлиять вот на решение центра, чтобы, скажем так, ну вот в Оренбургскую область, в частности в город Турск, денег пришло больше? Ну, на решение, сейчас же очень хорошо выстроена структура, например, ни один город, ему бесполезно ехать в центр, в федерацию, там его слушать никто не будет, потому что он должен, город приехать к губернатору, обговорить проблемы, состыковать их с проблемами области, и если это все вписывается в единую, как бы, конво, то уже тогда область сама выйдет на федерацию, будет там ставить проблемы важные для области. А от поездки в область, там, глав городов, районов, не в область, а в Москву, в федерацию, ничего не изменится, потому что это должно совпасть с областью, и именно областью принятое решение, оно и отрегулирует. То есть выстроена уже некая система, которая вот получается, то есть, ну, скажем так, механизм. Да, взаимодействие. То есть если в Орске или в каком-то любом другом городе нужен, допустим, вот этот объект, он должен вписываться в общую конво, а не так, чтобы, да, допустим, кто-то захочет, я не знаю, там, аквапарк, а кто-то захочет просто, чтобы там, ну, не знаю, там. Если у города, нет, вот правильно вы сказали, аквапарк, если это действительно потребность субъекта, ну, сам и субъект этого не построит, ну, тоже дорогостоящий объект, он может заявиться в федеральную программу, но и субъект должен доказать, и город. А если мы просто, ну, своевольно приняли решение, да, и экономическую, и политическую, я бы так сказала, это неразделимые два понятия. 341-120, телефон прямого эфира, сейчас мы уходим на рекламу, за время рекламы вы можете к нам позвонить. Еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях заместитель главы города по финансовой и экономической политике Екатерина Александровна Савенкова, мы обсуждаем тему городских денег. Итак, реклама после, продолжим разговор. Переговоры, кто за что будет платить. Ну, так и скажете, да. Поэтому тут рано о них говорить. Вот поступление от налога в сфере малого и среднего бизнеса, вот какова динамика за последние два года? То есть, может быть, здесь... Ну, вот то, что вы говорили. А во второй половине программы про актуализацию стратегии тогда вот именно поговорим. Говорим там. Ну, в общем, сейчас начинаем разговаривать. Вот. А там. Как пойдет. Как пойдет, да. Еще раз здравствуйте. И здравствуйте тем, кто только подключился к нашему разговору. Скажу, что у нас сегодня в гостях заместитель главы города по финансовой и экономической политике Екатерина Александровна Сергея... Сергей Свининкович. Вот просто вспомнили нового начальника горздравотдела. Говорим мы сегодня о городском бюджете, о городских денег. Сколько пришло, сколько ушло. Вы знаете, вот скажу, может быть, неправильно это по-русски звучит, но сводим дебет с кредитом. Ну да. Но зато это такой профессионализм. 341-120 номер телефона нашего прямого эфира. Вы также можете зайти на сайт урал56.ру, задать туда... Написать и задать вопрос. Именно туда сейчас идет онлайн-трансляция нашего разговора. Вы можете нас посмотреть и послушать. В первом плане программы мы с вами так подробно обсудили, как идет формирование бюджета, что бюджет теперь формируется не на один год, а на три года. Это позволяет заключать такие долгосрочные контракты, уже более часто в долгосрочных программах. Мы проговорили с вами по поводу того, что вот как у нас ремонтировались учреждения здравоохранения, что ни копейки из городского бюджета туда денег не было потрачено, то есть все пришли из области. Нет, ни копейки. Они были потрачены, но они на модернизацию. И проговорили мы с вами как раз по поводу ремонта детских садов, что если бы не было вот этих целевых бы программ, то тогда бы мы отремонтировали не четыре садика, а полтора. Итог, да, может быть, под вопросом. Ну, продолжим мы с вами дальше разговор. Дальше, да, по формированию бюджета. Вот все-таки вот хочется закончить вот эту тему по поводу поступления денег от предприятий. Все мы помним, да, 2007 год, когда на самом деле незапланированные деньги пришли от никелькомбината, потому что цена на никель поднялась. Вот как сейчас? Повлияет ли ситуация, которая сейчас на Южноуральском никелькомбинате происходит? Вот она повлияет сейчас как-то на бюджет или нет? Дело в том, что сейчас источники, какие за нами закреплены, в их состав не входит отчисление от налога на прибыль. И, соответственно, у нас от того, что предприятие убыточное, в бюджете нет выпадающих доходов. От этого страдает наша область, потому что это является их частью доходной базы. А для нас поступлением является отчисление от налога на доходы физических лиц. Ну, зарплату никель платит, платит своевременно. Для нас является доходным источником земельный налог, который тоже, и частично оплата за негативный воздействие на окружающую среду. Но эти расходы никель несет, и они не столь значительны, как налог на прибыль, который он нам перечислял в 2007 году. Поэтому колебания в его финансовом состоянии, они так серьезно на бюджете города не отражаются. В первой половине программы мы с вами обсуждали, что когда идет формирование бюджета, то есть уже, то есть, понятное дело, то есть вы просчитали, сколько денег уже приходит, а когда уже начинаете вот именно расходную часть, да, вот планировать, а ведь планируются же не только доходы, но и расходы, то там, конечно, все распределяется по приоритетам, да, то есть первая приоритетная, самая главная часть, это, конечно, зарплата бюджетникам, все отчисления, ну и так далее, то есть, скажем так, чтобы все это дело функционировало. Вот, и потом пошли приоритеты. Вот что, вот я вот знаю, да, что вот, допустим, в этом году было 83 миллиона потрачено на приобретение жилья 111 молодым семьям. Вот куда еще были потрачены деньги? Но мы им не само жилье приобретали, молодым семьям сертификаты выдаются, да, на приобретение жилья. Это субсидии получают. Да, да, они получают из разных источников, эти деньги приходят к нам в бюджет, вот, и потом, предъявляя сертификаты к оплате в банк, молодая семья получает эти денежные средства. Это было одно из приоритетных направлений, причем, начиная с этого года, ну, тоже это, главой было принято решение, что надо усиливать это направление, и раньше у нас где-то 7,5-9 миллионов на софинансирование, на приобретение, на выдачу сертификатов с нашего местного бюджета направлялся. То есть, в этом году, вот, впервые мы эту цифру практически утроили, было направлено 23 миллиона, поэтому такое большое количество молодых семей и получило возможность определиться с жильем. То есть, вот этот приоритет, одним из приоритетов является, ну, это поддерживается, опять же, стратегическое направление, как и молодые семьи, это переселение граждан из аварийного жилищного фонда, потому что в таком большом объеме самому городу же не потянуть, а вот 185-й закон позволяет получить деньги при условии, что и сам вкладываешься, и улучшать жилищные условия граждан, которые живут в аварийном жилье поэтапно. То есть, туда более 100 миллионов рублей направлено, и постепенно сейчас поэтапно приобретается жилье, и в конце года, соответственно, будет осуществлено переселение. Причем там условия граждан нельзя переселить в старое жилье, только в новое. И причем не меньше, чем метражом, чтобы было. Не менее, чем они занимают, но это правильная политика, она выбрана и губернатором, она стимулирует новое строительство, это, соответственно, и новые рабочие места, и налоги, то есть, именно вот такое направление, что только в новом жилье, это еще и решение каких-то социально-стратегических задач, экономических в том числе. Тоже вот это направление, это в части поддержки. У нас выделяются денежные средства, и мы приобретаем квартиры детям, сиротам, это тоже направление, но эта полномочия не является нашим городским, и на это нам область деньги выделяет, то есть, составляются заявки, и по мере изыскания средств в областном бюджете, они нам передают на это денежные средства. Это вот в части обеспечения жильем. Потом, сейчас должна зарабатывать на уровне области программа по предоставлению права на получение первого взноса в оплату ипотечного кредита молодых учителям. Да, но это не мы предоставляем, а у нас за это отвечает управление образования, они формируют пакеты заявок, работают с учителями для того, чтобы предоставлять в области, и они от области будут. Ну, тоже это, я считаю, достаточно серьезное подспорье. А вот давайте немножко на ней остановимся, то есть, это будет субсидия на первый взнос, то есть, это там сколько процентов будет? Ну, в зависимости от того, что, ну, например, квартира стоит миллион, минус там… Ну, там в процентах, то есть, я знаю, вроде бы, из областного… Да, не более 20% получается первый взнос, ну, то есть, это и банк определенный работает, банк Роси закреплен на этом направлении, то есть, молодой учитель обращается в банк, получает ипотечный кредит, если, ну, намерение банка подтверждено, и он подходит по параметрам, то, соответственно, ему передастся вот сумма на первый взнос. То есть, 20% этому будет как подарено, то есть, ему… Нет, ему не надо будет их возвращать, ему надо будет просто потом оплачивать систему кредит сам. Ну, то есть, оставшиеся 80% кредита. Какие параметры там будут, и когда эта программа заработает? Она уже сейчас работает, управлением образованием проведена работа с педагогами, но она только сейчас, это как бы пробный шар, мы надеемся, что это будет и в следующие годы продолжено. То есть, это должен быть молодой педагог, который не меньше года работает, молодой этого до 35 лет, не меньше года работает в муниципальных учреждениях образования и не имеет собственного жилья. Либо, если он проживает где-то, то недостаточный объем квадратных метров, то есть, он не обеспечен жильем. А вот, если молодой учитель, и он же молодая семья, он может участвовать в двух программах параллельно? Вот программа поддержки молодым семьям, которая сертификаты выдает на приобретение жилья и на получение ипотечного кредита. Ну, я сейчас затрудняюсь, ответ надо прочитать, но, по-моему, я там вот такого противоречия не видела. Скажем так, где это об этом, где можно проконсультироваться? Ну, у нас работает с программой «Молодая семья», это работает у нас комитет по делам молодежи, они и консультируют, и там достаточно подробную информацию можно получить. А управление образованием города Уорска работает с программой по молодому учителю. Дальше, продолжим. Вот, понимаете, все цифры, всегда, как бы, они вот хорошо воспринимаются в сравнении. Вот если, допустим, сравним ситуацию три года назад, и вот сейчас, вот мы больше начали участвовать в областных, федеральных программах? Или как? Ну, конечно, сравнивать, что было три года назад, очень сложно. Ну, это действительно очень сложно. Ну, вот по молодым семьям я вам только что сказала, что да, мы больше стали участвовать. Это почему? Это вызвано тем, что мы сами больше денег туда вкладываем, соответственно, больше денег и привлекаем. Что касается, к примеру, 185-го закона, то здесь у нас даже был год, когда мы не участвовали, 2010-й, потому что на уровне, ну, эта программа не была принята, и нам из федерации не было выделено, соответственно, она и не пошла работать ниже, то есть до нас не дошла. Да, вот тут как бы такой эффект, заявились, попали, получили, в 2010-м заявились, не попали, не получили. Ну, не только мы не попали там, многие тогда не попали. Да, тут вот такой спорный вопрос. Очень хорошо, конечно, мы вот в этом году попали в программу по строительству спортивных сооружений. Но это не в этом году, это еще в прошлом году, и начиная с 2010-го года это уже работа. Это и ФОК на УЗТП, и вот сейчас у нас реконструкция стадиона «Авангард» идет, там же в районе Дворца спорта «Юбилейный» строительство ФОКа с ледовой площадкой, это и на Северном мы попали в программу реконструкции стадиона на Северном. То есть, вот эти направления, как бы по спорту хорошо пошло, у нас этого не было. Вот по детским садам мы уже вот второй год попадаем в программу. То есть, тут вот как бы смотря, как мы попадаем под приоритеты области, и, соответственно, выделяются денежные средства. Ну, естественно, наша цель – это идти в унисон со стратегическими целями области. Как можно больше, наверное, забрать денег. В любом случае, это у каждого такая цель. Интерес любого муниципалитета, потому что это же интересно, что-то новое создать, что-то отремонтировать, отреконструировать. Это же улучшение нашего качества, оказание услуг. 341-120, номер телефона прямого эфира. У нас сегодня в гостях Екатерина Александровна Свиненкова, заместитель главы города по финансовой и экономической политике. Мы сегодня считаем городские деньги. Екатерина Александровна, ну вот как бы очень подробно мы уже разобрали, как формируется бюджет, приоритеты. Давайте говорить о планах. Вот сейчас, как я поняла, идет такая уже завершилась, завершилась, наверное, уже активная работа по планированию бюджета, и вот в октябре это уже будет вынесено на суд депутатов городского совета. Нет, это будет, сейчас она как раз в самой активной стадии, пока мне еще, ну наши деньги, которые мы налоговую и неналоговую получим, это мы, конечно, посчитали. И то сейчас с определенной уверенностью нельзя сказать, потому что по тому же НДФЛ у нас есть закрепленный процент отчисления, а есть тот, который нам может быть передан из области взамен дотации. Но не дотацию, а доп. норматив нам дать. К примеру, если нам положено сейчас 20%, это закреплено за нами от налога на доходы физических лиц, область может рассмотреть вопросы, дать нам 30%. А отсюда это очень существенное колебание, сколько же вот этих денег налоговых попадет в наш бюджет. Кроме того, поскольку еще не сверстан областной бюджет, мы не знаем, сколько областных денег нам попадет. Эта работа как раз-таки, она самая активная свою разработку получит в октябре месяце. Потому что до 1 октября сдается областной бюджет, а мы до 1 ноября. Вот получается сейчас, то есть это самое активное, и то есть как раз, наверное, каждый тянет одеяло на себя. Время, когда каждый стучится, да. Кто стучится? То есть что предлагают? Особенно активно мы, конечно, стучимся по направлению спортивных сооружений. Как я сказала, стратегически это фестиваль рабочего спорта, и в наших интересах завершить, ну, следовым полем ФОК мы не завершим, он и не будет принимать участие. Да, и мы в следующем году его можем не завершить. Как бы это не так стратегически важно. Нам очень важно завершить реконструкцию стадиона, авангард, стадион северный, потом нам отремонтируют спортивные сооружения, мы об этом пишем, мы стучимся, потому что город, именно вот этот приоритет выбран. Кроме того, стучимся в направлении детских садов, как в части ремонта, так и возможности строительства нового детского сада, потому что это тоже приоритет, стратегически наша цель сократить, свести к нулю или к минимуму очередь в детские сады. Вот это направление поддерживается, очень сильно мы стучимся, и вы видите, как много дорог ремонтируется в последние годы, то есть мы стучимся в направлении возможности получения как можно большего объема средств на ремонт и дорог, дворовых территорий, то есть вот эти направления. Ну и прочие все, в принципе, также мы и по социальной защите, по лагерям стучимся, нам важно и ремонтировать лагеря, организовывать отдых детей, мы стучимся в части ремонта муниципальных учреждений, то есть я бы сказала вообще по всем позициям, какие есть. Сейчас время стучаться, да, а там уже как получится. 341-120, номер телефона прямого эфира, заходите на сайт урал56.ру, именно туда сейчас идет онлайн-трансляция нашего разговора, вы можете нас и посмотреть, и послушать. У нас сегодня в гостях заместитель главы города по финансовой и экономической политике Екатерина Александровна Свинько. Екатерина Александровна, ну вот вы говорите, что вы посчитали, сколько налогов будет поступить, то есть, ну, к вам на следующий год, вот сколько их будет? Ну, порядка миллиарда 300 тысяч. То есть, примерно та же сумма, как и в этом году. Ну, а потому что у нас отчисления, налоги же не менялись, не менялись процентные ставки по налогам, соответственно, это просто небольшой прирост в силу каких-то там объективных обстоятельств, небольшой прирост заработной платы на предприятиях, соответственно, НДФЛ, ну, он там коэффициентами просчитывается, как растет. Ну, и в остальном земельный налог, как он может измениться? Ставка не менялась, соответственно, и земельный налог в том же уровне остается. А вот поступления денег от малого и среднего бизнеса, вот они меняются или не меняются? Потому что, допустим, если не ошибаюсь, вот прямо года два назад говорили, год назад, вернее, говорили, что очень много закрылось у нас предприятий от малого и среднего бизнеса. Ну, если смотреть динамику, сейчас, конечно, по количеству предприятий малого и среднего бизнеса я не скажу, они, в принципе, перетекающие, одни уходят, другие приходят. И общее количество, оно в среднем сохраняется. Также и объем налоговых отчислений по упрощенной системе и по ЕНВД, он, в принципе, совокупно, ну, он достаточно стабильен, порядка 250 миллионов. Вот в разрезе источников туда-сюда перетекает, то есть предприниматели, они выбирают одну систему налогообложения, потом на другую переходят, но не меняя при этом общее количество, ну, более выгодные выбирают для себя систему налогообложения. То есть мы там 250, 254 миллиона, там вот такая динамика прироста идет. Вот какую цель вы ставите себе? То есть вот 3 миллиарда, это как минимум, да, чтобы было в городской казне, то есть уже с учетом всех денег, и областных, и федеральных, и целевых, то есть всех-всех-всех. Вот какую цель хотите? Ну, наша цель вообще, конечно, провелить дотацию, потому что это возможность реализации каких-то наших планов и закрытия дыр в бюджете, а по безвозмездным поступлениям тут как бы цель раздваивается. Есть то, что нам обязаны передать по переданным полномочиям, и не знаю, там наши цели, они как бы совпадают с целями области, это им надо исполнить полномочия, они сами рассчитывают и передают объем денежных средств. А дальше, конечно, наша цель как можно больше увеличить эту сумму для того, чтобы нам поступили субсидии на софинансирование каких-то наших ремонтов, реконструкций и строительств, да? Ну, мы не в суммах ставим, скажем так, цель, а в достижении, в получении возможности пообъектно, вот так я бы сказала. Ну, сумма эта вытекающая. Ну, она уже оттуда вытекает. Вытекающая. 341-120, номер телефона прямого эфира, заходите на сайт urol56.ru, у нас прям буквально осталось немножко уже разговаривать, времени там 9 минут, большую часть мы программы проговорили. Вот давайте перейдем к стратегии развития города, то есть перешли как бы к планам. Стратегия развития города, которая писалась там два года назад, она была одна, сейчас она другая в свете. Восемь. Ну, да, вот я имею в виду, в свете вот этого Тройственного союза, который у нас Россия, Белоруссия, Казахстан, там, понятное дело, что у нас все поменялось. То есть мы планировали одно, что вот мы будем, скажем, такой вот приграничный регион, и через нас как все это родится. Одно из направлений было такое, да. Да, да, да. Да, это, и как всегда, да, Орск был такой перевалочный пункт, то есть всегда здесь проходили караванные пути, ну вот все поменялось, да, и вот эта таможня, вернее, вот граница, она ушла за пределы Казахстана. Вот как сейчас актуализировалась стратегия, вот, ну, получается в данном случае вам вопрос как в финансовом плане. Понятно, что за всю стратегию вы ответить не можете, потому что очень большой. Ну, я бы сказала так, что сама-то по себе стратегия четыре направления развития имела, это транспортно-логистический центр, о чем вы говорили, это дорога, шелковый путь, да, который проходил бы через Орск, и были бы терминалы и так далее, все развитие системы бы получило. Был Орск, ну, в существующем виде как промышленный центр, инерционный путь развития, то есть это вот ни шатка, ни валка, и Орск как административно организующий центр. Я бы сказала, сейчас у нас симбиоз получился, вот время показало, что все-таки стратегия-то была по направлениям написана правильно, и мы реализовывали эти направления. Это инерционный путь развития, это опять же потому, что собственники предприятия, они находятся не в Орске, и не мы тут диктуем, не на нашем уровне, скажем так, направление наших промышленных предприятий определяется. А второе, как административно организующий центр, вот это отразилось и в целях субъекта нашей области. Вот, к примеру, ту же модернизацию, она же не просто так была направлена, модернизация только в те учреждения вкладывалась, в те территории, где должны образоваться медицинские центры. Вот нас определили, как Центр по Востоку, и, соответственно, мы и получили эти деньги на модернизацию. Вот вам, пожалуйста, один из вариантов развития административно организующего центра. Вот, пожалуйста, система здравоохранения уже идет по этому пути. Потом у нас Орск – это все-таки некий второй, ну, он не некий, а второй по величине центр, город Оренбургской области, и он является центром Восточного Оренбурга. Сюда и в части торговли, в части организации отдыха приезжают люди, правильно? То есть вот мы выполняем роль административно организующего центра. То есть вот так то, и она и бюджетная, вот, получается, и в направлении бюджета, и административных направлений тоже. Я бы сказала, что вот стратегия, ее актуализация просто перетрансформация получилась. И мы же остаемся, в принципе, и транспортно-логистической системой, у нас транспортный узел достаточно серьезный, и некая перевалка из Казахстана идет, просто транзитом. Если бы мы, конечно, здесь, дорога эта прошла, тут бы и терминалы были, и так далее, было бы более сосредоточенным этот узел. Ну, то есть сейчас вот симбиоз остальных направлений, он как бы, мне кажется, свелся вот к административно организующему центру. Вот, получается, мы будем развиваться именно по пути вот создания, то есть мы будем центром Восточного Оренбуржья. Ну, так вот. Ну, мы им и являемся. Да, просто так. Но стратегия еще не актуализирована до конца, она в процессе отработки идет, то есть сейчас она, конечно, там будут какие-то вопросы пересчитаны, переписаны, ну, эта работа идет, но, в принципе, этот путь, он вырисовался, и мы по нему идем. Вот можно я уже к вам вот такой вот вопрос задам? Уже, может быть, как бы это не касаемо городского бюджета, но уже вопрос как экономисту, как финансисту. Вот какие у вас прогнозы на 2013 год? Будет у нас кризис? Не будет. Чего ждать? Ну, я прочитала интересную статью, это ФЭП, вот журнал выходит, там сказано было, что если раньше кризисы были порывами, то сейчас у нас вял текущий процесс, который переливается из одного в другой, да, где-то закрывается и поднимается, да, это уже состояние жизни. Я думаю, действительно, кризис – это некое состояние жизни, когда что-то стимулирует к перерождению, а что-то умирает и отмирает. Наверное, это вот, может быть, это уже нормальный процесс, потому что, если раньше даже вспомнить 2008-2009 год, о кризисе говорили как о чем-то, а сейчас это уже достаточно так нормально, слышимые слова, и оно ни у кого не вызывает бурю эмоций. Кризис и кризис, ну, поэтому, я думаю, это система жизни. Ну, смотрите, вот та система, о которой мы говорили в самом начале программы, как бы хочется уже завершить разговор тоже на этой ноте, то есть, получается, система у нас сейчас межбюджетных отношений выстроена как, да, то есть, у нас есть, скажем так, центр, да, и, видя уже дотации, целевых программ, ну, то есть, целенаправленных денег, они уже приходят сюда. Вот эта система, вот выстроенная которой, вот она больше подвержена, скажем так, вот этой лихорадке от экономического кризиса, или она более стабильная, то есть, что ее может очень сильно подшатнуть? Ну, это очень сложный вопрос. Для нас это, как бы, с одной стороны, очень прискорно звучит, что у нас состоит всего 11%, там, от 11 до 14 от того, что мы собираем, это действительно невозможность принять собственных решений, да, это попытка вписаться в общую систему, насколько успешно, настолько ты и денег получишь. А с другой стороны, я думаю, вот это государство, оно уже в течение 10 лет, с момента издания 131-го закона и изменения бюджетной системы идет к тому, чтобы ну, цели были едины и к ним двигались. Наверное, вот это залог стабильности, как вариант. Ну, как в советские времена, все равно, конечно, была экономика, понятное дело, что она такая была, вот, то есть, вот тоже... Да, был госплан, да, и каждый понимал, сколько калош кому изготовить и кому он их должен продать. Нет, ну, с другой стороны, была тоже, как бы, единое было вектое направление. Вот при этой системе реально ли такая вот история, скажем так, что вот, к примеру, в Уорске бюджет 3 миллиарда рублей, но мы можем, к примеру, вот, я не знаю, ну, скажешь сейчас из разряда мечты, построить объект там в 5 миллиардов, ну, а если он будет вписываться в общую конву? Ну, если федерация на это дело выделит деньги, вот так мы стучимся уже не один год. Мы стучались по онкодиспансерам, и Юрий Александрович это еще начинал, и он, в принципе, Виктор Абрамович продолжил и достучались, ну, как бы, на федеральный уровень уже вышел Юрий Александрович со своим стуком, это же миллиардный объект. Он, в принципе, затраты потребует больше, чем бюджет нашего города. Вот, пожалуйста, уже яркий пример. Такой пример мы сейчас уже стучимся по перинатальному центру, скелет которого у нас тоже стоит, мы стучимся по очистным сооружениям. Дамба, пример. Дамба – это не один миллиард рублей строительства дамбы с двух сторон. Объездные дороги те же самые, которые были. Ну, объездные дороги, да, то есть это все как раз-таки то, что превышает в разы бюджет нашего города, но эти объекты строятся, потому что они, ну, и обоснованы их важность и их ценность для города. Ну, подведем итоги, так чего же, скажем так, как закончим этот год, вот уже получается, то есть подведем с вами, сведем дебет с кредитом, то есть когда будем заканчивать 2012 год и какие прогнозы на 2013? Ну, прогнозы на 2013 делать будем позже, стратегических целей будем добиваться, конечно, но даже не после первого, потому что федеральные деньги вообще к нам в следующем году придут, они в области в следующем году придут и до нас дойдут, поэтому это еще изменит наш бюджет. А этот год будем стараться закончить нормально, очень сложно, конечно, у нас объем денег из года в год, нам обязаны и положены быть, он уменьшается, поэтому выживать сложно, причем расходы растут, растут заработные платы, растет количество детских садов, необходимо детей кормить, это же все вызывает потребность в денежных средствах, поэтому наша задача, чтобы обеспечить то, что мы должны сделать, там, своевременную выплату зарплаты, это на это мы и будем направлены наша работа будет. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, спасибо большое за такой интересный разговор, еще раз напомню, что сегодня у нас в студии был первый заместитель, что же я вас все, уже в первые заместители, простите, заместители главы города по финансо-экономической политике Екатерина Александровна, да что же опять Сергей ездит, да что же такое Свиненкова, да вот прямо вспоминаю, встретимся с вами ровно через неделю, эфир, обещаю, будет интересно. На радио Шансон Ворске говорим по делу, слушайте каждый четверг в 19.00, нам есть что сказать, а вам?